МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Плануется, что китайский БОК примет дело в мае этого года в Гомельском экономическом форуме, международной выставе «Весна» в Гомеля. В осенью в хореографическом фестивале «Сожский карагод» в форуме молодых журналистов «Белый пиар». Как рассказали облаканками, Гомельская делегация подчас визиту агапила омаль усе сферы деяности – от промысловости до адукации. Первая партия вуглеводородных ниток предприемства «Светлогорск Химволокно» уже в этом году трапить у Китай. В далекой краине будет наладжена вытворчасть наших комбайнов. Еще одна досягнутая подчас визиту домовленность тысячи – экспорту туристичных послуг. У приватности китайский БОК особливо затекавлены у организации палевания на территории Гомельской области. Главная же ставка на развитие транспортно-логистичной системы и инвестиции у промысловость. В первую очередь мы заключили соглашение между Гомельским облсполкомом и провинцией Цзянсу о совместном работе по строительству экономического пояса «Шелковый путь». Это, наверное, самое главное, что произошло. Также мы заключили ряд коммерческих соглашений о поставке нашей продукции в Китай продовольственной группы, так и непродовольственной группы. У Китая отправятся гомельская яловичина и молоко. У холдинга гомельская мясомолочная компания рассказали, что китайцы утекают якосная, экологично чистая продукция. Пробная партия у 10-15 тонн уже рыхтуется до отправки. Шесть наимене у мясной и 21 молочной продукции. А позже у китайцев начали все частей, включаясь в свой рацион. До того же представников по дня бесной затекали у яблочный сок гомельской вытворчасти. Цвердые потребования по всех позициях протягли термин заховывания. Отобранных продуктов, сроки хранения именно по мясной продукции – 4 до 6 месяцев. Это вяленая продукция, сыровяленые колбасы по молочной продукции – это 6 месяцев. Это ультрапастеризованное молоко, сливки и молочные консервы. Там срок хранения до года. По ширине экономичных связей у патрабои наявности и одукованных специалистов. Подчас визиту с некалькими ВНУ Китая договоры об супрационнистве подписал Гомельский державный университет имя Франциско Скарыны. Не так давно в университете был открытый кабинет «Конфуция». А худка может з'явиться региональный институт Китая знавства. Выкладчиками новой ВНУ станут высокопрофессийные специалисты из Китайской Народной Республики. А первыми студентами – выпускники школ Гомеля и Жлобина. Девятеца подрахтовка по выучению китайской мовы. Мне нравится звучание китайского языка. У меня была возможность его изучать, но почему бы и нет? Мне давались хорошо языки. А еще это может быть востребовано в будущем в моей работе, в моей профессии. Переводчики всегда востребованы, потому что у Китая и Беларуси есть связи. В итоге я планирую стать телепереводчиком в этой сфере, потому что она действительно востребована. В наши дни тесное сотрудничество развивается с Китаем. И я думаю, что специалисты в этой области всегда будут востребованы. Я люблю говорить на китайском языке. В минулом году команда школьников Гомельской области заняла на Республиканской предметной олимпиаде по китайской мове другое место, соступивши только Минску. Вольга Вальченко, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сгодно с оперативной информацией областного комитета по сельской господарции Харшаванне, ранней зерневой культуры у регионе посеяны на 40% отведенных площадь. Это маль на треть. Меньшим было на этот час лета. Разом с тем, у сельгазпортприемствах означают, что селета для селбы больше спраяльные климатичные умовы. У приватности это тышится на явности в Ильгате у Глебе. Олег Сентюров выехал на палетки Будокошелевского района. Посеяной техники на мехдворах сегодня уже нема. Практично все необходимые работные работы завершили еще зимой. Причем рихтовали все. И старые тракторы, вырабленные еще в 90-х годах минулого 100 года, и новые, энергонасыщенные. Старая техника на палетки не выходит, и она занята на другостных, а лет так само необходимых работах. У КСУП Губича кажут, что подчас подрихтовки до посеяной лечили литерально кожный рубель, а тому значную участку заполнованного, выканали самостойно, тем больше, что тут мощная инженерная служба и профессиональные механизаторы. Кроме, конечно, шлифовки коленвалов, это, безусловно, надо уже возить на спецпредприятия ремонтные. А остальное, что касаемо двигателей, переборки, переборки коробок, замены сцепления, все делаем своими силами и в своих условиях. Сгодно с оперативной информацией Абла Сельгас Харшу, лидеры на селбе ранних яровых зерневых господарки Светлогорского района, больше 120% до плану, а маль по 60% у Калинковским и Гомельским районах. На Будокошалевшине покойка лет 40, коли летось сеяли посудности у сухую хлебу, то селита вильга тисоке, что на некоторые палетки поселные агрегаты выводят яши рано. Правда, тут необходимо быть вельми уважливыми и постоянно мониторить ситуацию. Захватить эту весеннюю влагу, а потом уже дальше будет видно, если корневая система укрепится за счет влаги теперь и за счет удобрений, то туда попозже, но если дожди даже не будут проходить, то и влаги достаточно по наших почвах, для того, чтобы растения развивались нормально. У филиалии Морозовича Агро, акционерного товариства Гомельский химзавод, селбу ранних яровых зерневых планует завершить до десятка красовика. Тем более, что все технические макшимости для этого есть. С допомоги главного предприятия селита тут набили сучасный кабинованный поселный агрегат. Хоть якосно посеять, кажуть, еще не самое главное. Конечно, если не посеять, то нечего ждать урожая, но после посева надо же и химзащиту сделать, и болезни отработать, и подкормку сделать, и удобрения внести. Короче, комплекс мероприятий, чтобы получить урожай. До речи, наявность сучасной специализованной техники дозволяя уже зараз почать опросовку о зимах. Те ж тракторы, які выкрасовывались ранее на увильгодненном глибе, просто пошкодили посевы. Олег Синчеров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Будокошалевский район. До інших тем. Муз, мопед не был зарегистрованный, а у яго водителя не было право. Протягиваем выпуск. Сегодня у «Гомеля» отбылась международная конференция, на которой мерковались актуальные пытания и проблемы у ляшения сердечно-сосудистых захворваний. Она проходила в областном клиническом шпитале инвалидоватчиной войны. У делу в форме приняли кардиологи и терапевты с «Гомельшины» региона Беларуси и Украины. Вероника Ворошилина, Володая под рабязностями. Сердечно-сосудистые захворвания по-ранейшему застаются одной из наиболее актуальных проблем сучастной медицины. Миновито тому, подчас международной конференции у «Гомеля» были разгляджены не только сучастные способы лечения кардиологичных алиерозных сподорожных захворваний. До приклада, ишемичная хвороба сердца сполучается с хроничной патологией нырок. Сегодня в медицинской практице подобные выпадки сустрекаются у сучастей. Махчимости, створенные для лечения пациентов в Беларуси, зараз отповидают сучастным сусветным стандартам. Сегодня, если говорить о показании помощи, допустим, пациентам с острым корональным синдромом, у нас идет развитие, становление службы, которая строится не только на городе Минске или на областных центрах. Сегодня уже все областные центры и даже пошло использование оборудования в районных центрах, создаются межрайонные центры по показанию помощи таким пациентам. У делу международной конференции приняли ведущие специалисты из Гомельщины, регионов Беларуси и Украины. Увага докладчиков была прикована не только до питания правильного выбора медикаментозных сродков, а и профилактики сердечно-сосудистых захворваний. Часто пациенты звертаются до урожа в опошний момент, а между тем профилактичные рекомендации для насельничества не складаны, однако довольно эффективные. Нужно следить за массой тела, нужно контролировать артериальное давление, нужно хорошо питаться, не вплывание количества еды, а правильно питаться. Уменьшить потребление соли, увеличить потребление овощей и фруктов, бросить курить. Умеренно употреблять алкоголь. Это дает на 10 лет продление жизни. Без медикаментов, без ничего. Подобная международная конференция – выдатная пляцовка для обмену в опытом. Сусветная медицина – мы одиноем это и задачи, которые простей выращать разом. Вероника Ворошилина, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель». До новинокультуры. Новая картина Беларусьфильма «Граф у апельсинах» вышла на экраны. На первый показ у Гомеля прибыли створальники киностушки. На премьеры побывали и наши корреспонденты. У день премьеры частка актерского состава начали со сценаристом и режиссером. У Лады Сяньковой приехала у Гомельский кинотеатр «Мир», чтобы собисто презентовать картину. По их словах, сенсын, трогающие назвы «Граф у апельсинах» раскрыется только у конца фильма. Есть связь с книжкой «Граф Монте-Кристо». Я в детстве читала эту книжку, вот очень ее любила. Ела апельсины и решила вот как-то с этим так связать. Но в фильме есть пояснение этому. Это кино самое родное, самое от души, я бы так сказала. И я допускаю, что реакции будут разные. Но я думаю, что оно в сердце попадет. Молодый столичный режиссер и сценарист Улада Сянькова у основы сюжета уклала пригодницкую историю пятерых подлетков. И она отправляется на дачу, ка подзначить день народжения. Одному из них приходится взять с собой молодшую сестру. На даче сябры веселятся, поколь не разумеют, что девчонка сникла. Наступные два дни кардинально меняют их святопогляд. Кожный проходить праздмност во выпробовании. Нам приходилось снимать в октябре летние сцены. И приходилось играть лето, соответственно. Одежда была летняя. Были такие ситуации, когда говорили «Камера, мотор». Начали, все, прекращаешь дрожать полностью. Делаешь вид, что тебе хорошо, что у тебя 25 градусов тепла. А на самом деле 5. Говорят, стоп, снято, и ты все, убегаешь в машину, тебе холодно. Наверное, вот это самое сложное было именно с технической точки зрения. Белорусское кино с часом займает все больше значное место в кинопрокате. Новые стушки выкликают цикавость у хумельских глядачан. До речи, творчая группа картины «Мы брати», якая вышла на экраны в минулом годе, зараз рыхтует новый сюрприз для глядачов. Мы показывали в недалеком прошлом это был фильм «Мы брати», а сейчас будет новая его версия, потому что та была показана не полная версия. Сейчас будет новая версия. Мы опять вернемся к этой теме, и мы его покажем тоже во всех кинотеатрах, равно как в Гомеле, так и в области. Ганна Ковалева, Олеся Рудзянкова, Яугин Макенка, телерадиокампания «Гомель». Примерить на себе в образ любимого персонажа, окунуться в свет японских мультфильмов, смогли больше за 300 аматоров косплею с разных кутков Беларуси, России и Украины. У Гомеля отбылся фестиваль усходнеазиатской культуры «Фри Таймфест». Об самых ярких в образах расскажет Катярына Сапельникова. Касплей – костюмированная гульня, якая возникла в Японию, а все роди фанатов аниме и манги. По сути, это перепранание костюмов известных персонажей и выработ таких костюмов. Как правило, своими руками. Головная умова в образ треба презентовать, вжиться в его и на несколько часов забыть в личное, как говорят косплееры, мирское имя. На протяжении 8 часов у Гомеля персонажей мультфильмов, сериала и видеогульня демонстрировали свои костюмы в форматах дефиле, сценах, танцев и караоке. С тысячи заявок, подаденных на фестиваль, только 350 персонажей пройшли на сцену. Я в восторге. По-моему, полностью передала мой образ, вот этой сумасшедшей эксцентричной женщине. Гэта Амаль 30-й, в образ Кити. Костюм жицы она рыхтовала самостоянно, специально для фестивалю. Да раньше такие незвычайные в образы, популярные так само на фотосессиях и модных показах. Доктор Манхэттен из телесериала, точнее, это фильм пока, телесериал будет сниматься, хранители. На баночке размешивали с вазелином, очень долго и продолжительно это все носили, часа почти два. Ну, будем надеяться за вечер отмоемся. На кольке удельникам удалось увособить. В образы оценивала Журым. У вынеку у розных номинациях были отзнашены 70 лепших работ. Катерина Сапельникова, Максим Славин, телерадиокомпания «Гомель». И об спорте. У «Гомелеск» рыжевали шабли и рапиры, фехтовальщики из всей Беларуси. У областных центра прошел открытый республиканский турнир по фехтованию «Клинки-Полеси-2016». Споборничали спортсмены 2002 года на рожение и молодей. У споборничества шаблистов гомельским спортсменам у командным залику на лишейшую приступку пьедестала Гомеру подняться не удалось. Девчаты завоевали бронзу, соступивши меньшанкам и брызчанкам. Юнаки стали другими, пропустивши напера, только спортсменам с Гродно. У рапиры гомельские юнаки и девчаты стали третьими. В «Гомеле» фехтование развивают с 2008 года. Для этого виду спорту это пораунально не шмата, тому соправдные поспехи ясно на переде. «Наработано уже много, но, к сожалению, фехтованию нельзя быстро научиться. Это лет пять надо повкалывать, повозить и вложить немалые деньги, чтобы вырастить хотя бы звездочку. Рада, что идет работа в правильном направлении». Однако теперь гомельчанам есть чем похвалиться. Недавно сестры Ганна и Яна Андрейенко, а так само Деяна Захарова вернулись с чемпионата Европы сарод кадетов, где в складе сборной краины занялись семая место. Это выступление без перабольшования можно назвать поспеховым. На сегодняшнем этапе, учитывая наши реалии, вполне успешно выступают наши ребята. Не только на уровне республиканском, но и на международном. Великий уклад у развития не только Гомельской, а и Республиканской школы фехтования уносят детские турниры, которые проводятся у Гомеля. И особенно такие массовые споборниц, как клинки Полесся. Максим Савин, Валера Игапаньком, телерадио-компания «Гомель». На этом выпуске завершено в студии працавала Маргарита Швукова. Оцего доброго и до встречи в эфире.